В Башкортостане введут штрафы для водителей автобусов за нерабочие терминалы. Изменения в региональное законодательство готовят депутаты Госсобрания Республики. В последнее время участились случаи, когда водители отказывают пассажирам в безналичной оплате, мотивируя это неработающим терминалом, отмечают парламентарии. Известны случаи, когда пассажиров, желающих оплатить проезд картой и не имеющих при себе наличных денег, высаживают из автобуса. Как считают разработчики изменения, сейчас перед перевозчиками есть обязательство принимать безналичную оплату, но нет ответственности за отказ делать это. Депутаты намерены внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предполагающие штрафы в отношении перевозчиков за неработающие в салоне общественного транспорта терминалы безналичной оплаты. У нас родилась законодательная инициатива, нацелена на то, что в случае, если терминал перевозчика не работает, он обязан оказать услугу пассажиру бесплатно. Кроме этого, мы хотим ввести ответственность за неработающий терминал, который будет предусмотрен Кодекс об административных правонарушениях Республики Башкортостан. И вот, как отмечают парламентарии, новые нормы будут приняты уже в осеннюю сессию. В Минобрии Башкортостана обсуждают необходимость продления школьных каникул. Как сообщили в пресс-службе ведомства, окончательное решение по данному вопросу пока не принято. Начнется перерыв в учебе в срок 26 октября. Ранние власти республики говорили о возможном продлении осенних каникул на три дня до 4 ноября включительно. И вот, по словам специалистов, сейчас число школьников, болеющих ОРВИ и гриппом, не превышает эпидемпорог. Напомню, в Башкортостане более 110 школ частично закрыли на карантин по COVID-19. На дистанционное обучение в этих образовательных учреждениях перевели 203 класса. Ну и добавлю, в республике с начала пандемии подтвержден 9191 случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 выявлен еще у 47 жителей. На сегодня в регионе 557 активных больных, 8591 человек выздоровел, 43 не справились с болезнью. Следственный комитет добился выплаты заработной платы работникам кирпичного завода в Болтачевском районе. Речь идет о Сейтековском кирпичном заводе. Без зарплаты в течение четырех месяцев остались 60 сотрудников предприятия. В рамках уголовного дела следователи добились погашения задолженности перед работниками. Самого директора привлекли к штрафу. Ему дополнительно необходимо выплатить 25 тысяч рублей. Следствием установлено, что директор кирпичного завода в течение четырех месяцев 2020 года не выплачивал заработную плату своим работникам. В результате сумма задолженности составила более 600 тысяч рублей. При этом указанный период на счетах предприятий имелись денежные средства в общей сумме свыше 6 миллионов рублей, которые, по указанию руководителя, направлялись на иные нужды, не связанные с выплатой заработной платы. По данным Гострудинспекции, на начало сентября в регионе от задержек зарплат пострадали более 9,5 тысяч работников. 88 организаций недоплатили им в общей сложности 692 миллиона рублей. 5170 рублей составила средняя стоимость полиса ОСАГО в Башкортостане в сентябре текущего года. Рост к аналогичному периоду прошлого всего полпроцента. Такие данные приводит Российский союз автостраховщиков. Также увеличилась и сумма средней выплаты за страховой случай на 14%. В первую очередь аналитики связывают это с ростом цен на автозапчасти. Большая их часть завозится из-за рубежа, и ослабление рубля спровоцировало их подорожание в среднем на 23%. Рост же ОСАГО, по мнению экспертов, сдерживается конкуренцией между страховыми компаниями за безаварийных водителей, чья доля сейчас составляет около 80%. Снижение стоимости полиса для них стало возможным благодаря вступившим в силу поправкам в закон об ОСАГО и указанию Центробанка о тарифах. В целом по России полис обязательной автогражданки составил чуть более 5400 рублей. Нужно отдавать себе отчет, что повышение цен на автозапчасти имеет длящийся эффект, и новые цены, вот эти повышенные цены, будут влиять еще довольно долго на будущие убытки, поэтому и влияние повышения цен на страховой тариф по ОСАГО можно будет более объективно оценить какое-то время спустя. В 34 регионах страны аналитики зафиксировали снижение средней стоимости полисов ОСАГО. Многие из них входят в так называемую «красную зону», в которой велик процент страхового мошенничества. Эксперты объясняют это большим количеством в них безубыточных автовладельцев, которые теперь по новым правилам получают страховку по сниженному тарифу. На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Следите за новостями вместе с РБК «УФА». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова